Процессор может поддерживать различные типы памяти от DDR1 до DDR5. На сегодняшний день процессоры способны работать с памятью типа DDR4 или DDR5, а некоторые процессоры поддерживают как DDR4, так и DDR5. Контроллер процессора способен поддерживать работу оперативной памяти с разным количеством каналов. В одноканале, двухканале, трёхканале или четырёхканале. Но сегодня речь пойдёт о такой характеристике, как максимальная частота оперативной памяти процессора. Итак, что такое максимальная частота оперативной памяти процессора? Это наивысшая частота оперативной памяти, которую поддерживает контроллер памяти процессора. И как бы всё логично, но не всё так однозначно. Во-первых, эту характеристику на разных сайтах могут записывать по-разному, А во-вторых, на данную характеристику не во всех случаях можно опираться при выборе оперативной памяти под процессор. А сейчас наведу пример. Я вот взял для примера i5-12400F. Вот у него пишет там максимальная частота оперативной памяти DDR4. Тут пишет 3200. Но это касается только H-чипсета. То есть если поставить на H-чипсет условная 3600 МГц память, то контроллер памяти ограничит частоту до указанных здесь значений. И вместо 3600 МГц мы получим в итоге 3200. Так же само будет и с DDR5. Если же возьмем B-чипсет и Z-чипсет, на которых есть разгон памяти, то мы спокойно берем, запускаем 3600 МГц и все работает, все четко. А на AMD на всех чипсетах доступен разгон оперативной памяти. Поэтому таких ограничений, как на H-чипсете на Intel у AMD вообще нет. Хотя на сайте AMD пишется про эту характеристику. Скорее всего они указывают частоту по стандарту JEDEC. Показывая, что с такой частотой оперативной памяти тот или иной процессор 100% будет работать. А оперативная память с более высокими частотами профиля XMP. Это разгон со стороны конкретного производителя оперативной памяти. И тут уже 100% стабильная работа не гарантируется. Хотя на самом деле у всех все прекрасно работает. Поэтому, как я заметил, данный параметр практически не имеет никакого значения. Кроме случая, когда у вас H-чипсет на Intel, как я уже говорил ранее в этом видео.